Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Довольно знающее итальянское издание Politico, оно и европейское издание, но оно в курсе дела того, что происходит по политической части, скажем так, и по большей части дают правильные результаты и правильные предсказания. Так вот, оно заявило, что Белый дом снял любые ограничения с использования западного оружия Украины в отношении Крыма. То есть, Белый дом, как, собственно говоря, и все абсолютно другие западные страны, считая Крым неотъемлемой территорией Украины, разрешил использование любого оружия. Напомню, что вот эта паника, которая была в Крыму последние 2-3 дня где-то, когда туда прилетело, а туда еще ничего не прилетало, мы туда ради смеха послали несколько беспилотников, причем довольно примитивных, там ничего интересного и не было, собственно говоря. Просто посмотрели, как работает их система ПВО. Один беспилотник даже смеха ради долетел до штаба фашистского флота Черноморского. То есть, ну, скажем так, мы просто, это, знаете, такая была рекомендацировка. То есть, посмотрели, что где находится, как это то, что находится, реагирует на угрозы те или иные. Посмеялись над этим всем, поняли, как действовать дальше и, собственно говоря, все. То есть, это прощупали, а эти бараны, они взяли, сдавали все свои точки, все-все, откуда, что, как работает, да и все, собственно говоря. Так вот, мы не использовали еще абсолютно ничего. Конечно же, никакие атакамсы туда не летали. Конечно же, никакие хаймерсы и ольха, и гром, и ничего такого туда не летало. Пока что. Главное, ключевое слово, пока что. Все, что летало туда, это, я же говорю, беспилотник, там стоимостью 500 баксов, условно говоря. Не знаю, может, чуть дороже, но где там так вот. И куча ужаса, и куча бегства из Крыма со стороны лишних хромосумных. Вот, собственно говоря, и все. Собственно говоря, мы ничего, понимаете, вот, когда Путин говорил, мы еще ничего не начинали, так вот мы сообщаем, Вова, Плешивый, мы еще ничего не начинали, а вы уже все побежали из Крыма туда. А что же будет, когда мы начнем? Дело в том, что, в отличие от Путина, который против Украины использовал уже абсолютно все, что у него есть, кинжалы, шминжалы, как они там, корнеты, шмарнеты, как они там, калибры, шмолибры, искандеры, шмискандеры, все использовал уже, да? Все, что мог, все. Даже уже залетных гусей из Сирии использовал. Все, закончилось у тебя что-то. То мы еще ничего не начинали, в этом вся проблема. Понимаешь, ты настолько сильно кричал, что нам НАТО, злобная НАТО даст оружие, вот, и что ты воюешь с НАТО, что ты накаркал, вот в этом вся проблема, ты накаркал, и теперь злобная НАТО действительно нам даст оружие. Вот до сих пор ты воевал с украинским оружием, то есть против украинского оружия точнее, да? Или против советского, которое было у нас. Ну, там разбавлено, слегка разбавлено джавелинами и стингерами. Хотя в основном ваши самолеты контрапупили наши ПЗРК Игла. Ну так, а стингеры не особо-то использовались, и перуны тоже не особо. А вот теперь начинается другая картина. Теперь начинается уже масштабное использование НАТОвского оружия, НАТОвских боеприпасов. Ну, посмотрим, как у вас это все пойдет. Какое... И самое главное, в Крыму, как говорится, да? Вот посмотрим, как вы в Крыму это все выдержите. Как ваши панаехи, которые туда понаехали через закрытый пункт пропуска, нелегалы, ваши иммигранты, вот эти нелегальные в Крыму, как они это все выдержат. И посмотрим, раньше вы же смеялись над харьковчанами, что вот Харьков бомбят, и вам весело было от этого, от того, от сознания того, что вы бомбите и уничтожаете Харьков. Вам весело было от того, что вы бомбите, там, уничтожаете Вознесенск или Николаев, да? Ну, а теперь мы посмотрим, как вам весело будет после Крыма, после Белгорода, после Курска. Кстати, в Курске сегодня была Бавовна, там не пойми, что было. Я ПВО работал, а паника была такая, что, я не знаю, местный там царек, ну, как там, Курская Народная Республика, или Курская Джамахирея, или Салтанат Курдистан, да, был в полном шоке, и наложил кучу, как говорится, которая не влезет в чемоданчик Путина. Ну, а теперь посмотрим, что у кого, чего и кто чего стоит, да? А тот и сильно долго каркал, что НАТО злобное нападет. Ну, вот, готовься. Слава Украине! Спасибо. Спасибо. Спасибо.